Я сама очередник, я 10 лет стою в очереди, у меня не очень хорошие жилищные условия, но я не поеду в Собянинский Человейник, потому что его строят его друзья, нарушая все нормы, инсоляции, правила постройки, этажности и тому подобное. Я хочу, чтобы у меня был нормальный мэр, который будет строить дома для москвичей, который сам москвич, который здесь вырос, живет и за нас болеет. Раньше говорили, что не модно заниматься политикой, это грязно и так далее. Это неправда. Политикой заниматься надо и модно. От нее зависит наша жизнь и наше будущее. Я вас призываю прийти в сентябре на выборы и выбрать себе мэра, который будет за нас. Спасибо. Когда у вас захотят что-то построить, а у кого еще вроде бы не хотят, тот ошибается. Придут и построят. Так вот наступает момент Х, когда там заборчик, фургончик, что-то там завезли, разрыли, надо всем выходить. Как мы вышли 16 сентября на улицу Кравчика, на эту площадку. Мы туда прорвались. Я благодарен жителям, что их много пошло за мной. Что пошли с детьми под крики «Вы детей в политику втягивайте!» Не слушайте этих сволочей. Все собираетесь, выходите, все вверх и вышивайте это дерьмо из вашего двора. Реновация – это уничтожение 100 тысяч возрастных крепких деревьев, которые сейчас дают кислород. Реновация – это снос экологичных для человека пятиэтажных кварталов, где прогуливается ветер и проветривает, и несет кислород. Если дома построены очень высокие и очень близко друг к другу, воздушные массы не могут продуть, проветрить воздух в этих кварталах. Педагогический коллектив очень сильно запуган в Москве, ничем не защищен. Педагогам, которые выступают за детей, за сохранение рабочих мест, за сохранение зданий школ, коррекционных особенно, они попадают под сильный прессинг департамента Москвы образования и самого мэра. Мы боремся за нашу школу с октября 2017 года по сей день. Школа стоит, дети учатся, педагоги работают, но нас постоянно прессингуют. Я хочу призвать родителей перестать бояться и выходить, и бороться за права своих детей. Нас пытались рассорить, но мы доказали, что мы наоборот объединились. Москвичи против сноса, очередники, дольщики, активисты, которые бьются за спасение животных. Мы все сегодня собрались вместе, сейчас и здесь, чтобы показать всем, что мы объединились, что мы работаем одновременно, друг другу помогаем, и мы будем дальше продолжать бороться. Более того, вчера Савелин провел встречу москвичей. Поднимите руки те, кто присутствовал на этой встрече. Их нет этих рук. Встреча проводится без нас. Однако мы сегодня абсолютно точно можем даскатировать факт. Антикоррупционная коалиция против коррупции Москвы. Сегодня объединились все. Все межфракционные мы теперь в единой борьбе против коррупции, против этой власти. Продолжение следует...